О главных новостях Украины и мира узнаете в подробностях в студии Екатерина Лысенко. Здравствуйте и сегодня в выпуске. Польский визит, о чем говорили Анджей Дуда и Петр Порошенко и изменит ли встреча президента в отношении двух стран. В признание вины суд снова отправил предполагаемую виновницу ДТП в Харькове Зайцеву в СИЗО. Как изменились ее показания? Америка предупреждает, с какими заявлениями об украинских реформах выступили первые лица Госдепа. Уроки ликвидации, как австрийцам удалось за сутки устранить последствия взрыва на газовом хабе и о чем после аварии дискутируют в Европе. Стратегический диалог. Сегодня в Харькове прошли переговоры президента в Украине и Польше. И эту встречу впору назвать одной из важнейших для украинской международной политики. Главу государства обсудили не только спорные моменты в истории двух стран, но и противоречия, которые возникли в последнее время. Итоги встречи в материале Светланы Шикеры. У мемориала жертвам тоталитарного режима президенты преклоняют колени, чтобы почтить память нескольких тысяч польских офицеров, расстрелянных НКВД. Далее встреча за закрытыми дверями. Общаются с глазу на глаз, без переводчиков. Встреча затянулась почти на два часа. Президенты вышли к прессе, отменив переговоры делегаций. Петр Порошенко сразу заявил, Польша наш неизменный друг и готова поддержать в Совете безопасности ООН предложение Украины о введении миротворцев на оккупированные территории. Мы детально проговорили координацию наших действий, в том числе и о поддержке наших сообщественных инициатив, о запроведении миротворцев, настоящих миротворцев, а не охранников, спосредоточников специально-моніторинговой местности ОБСЕ, которые должны работать на всей оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, а не только впоследствии линии затягивания. И не в последнюю очередь важны вопросы и кордона, для того, чтобы международные охранники могли остановить инфильтрацию российских войск и российского оружия на оккупированную территорию. Анджей Дуда подтверждает, Польша поддержит просьбу Украины ввести голубые каски. Мы с господином президентом договорились, если такое предложение поступит от украинской стороны, то Польша, будучи членом Совета Безопасности ООН, станет одной из стран, которая поддержит эту инициативу. Для нас очень важно, чтобы война у нашего соседа Украины закончилась. В ближайшее время договорились президенты в Украине и Польше создадут так называемые исторические комиссии, чтобы всевозможные споры не провоцировали конфликты между странами. Сократят и черный список лиц, не въездных в оба государства. То, что Петр Порошенко и Анджей Дуда встречались именно в Харькове, особо отметила глава Харьковской области Юлия Светличная. Сегодня мы уже приветовали Далю Грибовской, президента Литовой. Сегодня президент Украины вместе с президентом Польши встречаются в Харькове. Я очень надеюсь, что Харьков станет хорошим майданчиком для понимания двух наших стран. После официальных церемоний Анджей Дуда встретился с поляками-наблюдателями ОБСЕ, представителями ООН и польской диаспоры. Светлана Шикера, Александр Яновский, подробности, телеканал Интерхарьков. А послы Большой Семерки провели специальную встречу с главами НАБУ и САП. Казалось бы, встреча от такого уровня должна была пройти в присутствии прессы, но журналистов не приглашали. Однако некоторые детали разговора все же просочились. После беседы дипломаты резюмировали. Антикоррупционерам стоит меньше заниматься пиаром и политикой, и больше эффективной работой. Недвусмысленные намеки в адрес Киева звучали сегодня из Вашингтона. Сразу два ключевых американских дипломата сделали заявление по Украине. Помимо Донбасса говорили о промедлении с реформами, чем рискует Украина и что может потерять, если начнет тормозить. Дмитрий Анопченко слышал месседжи от первых лиц Госдепа. Украина для Соединенных Штатов по-прежнему в списке приоритетов. Ни КНДР, ни Сирия, оставаясь для Америки топ-темами, внимание на себя не перетянули. Вот только в риторике первых лиц Госдепа в последнее время появилась еще и обеспокоенность. И сейчас об этом говорят уже публично. Вес Митчелл, преемник Виктории Нуланд, человек, который отвечает в Госдепе за Украину, на сенатских слушаниях был резок. Если украинцы не смогут достичь ощутимого прогресса в области антикоррупционного суда и в области реформы газотранспортной системы, я думаю, они в большой опасности. Говоря опасность, дипломат имеет в виду проблема с получением нового транша МВФ. В Конгрессе четко прозвучало. Украина сделала много, но без борьбы с коррупцией прогресса в этом не будет. Для госсекретаря Тилерсона один из важнейших приоритетов стимулировать украинцев не сходить с пути реформ. Не только проводить простые реформы, а продвигать структурные изменения. Особенно в создании антикоррупционных судов и в реформах энергетики. В первую очередь газовых тарифов. Обе реформы жизненно необходимы Украине для получения нового транша МВФ. И я постоянно поднимаю этот вопрос. И, как и госсекретарь, в контакте с Порошенко, Гройсманом, Климкиным, Порубьем и другими. В этот же день Рэкс Тилерсон выступил в Атлантическом совете Вашингтона с программной речью. Планировалось, что в ней он очертит основные внешнеполитические приоритеты Америки. И все, конечно же, ждали, а какие страны, кто именно в этом списке. Предсказуемо Тилерсон говорил о Сирии, говорил о КНДР и многое подробно об Украине. Начал с показательной фразы. Российское вторжение в Украину это то, что мы не можем принять. Отдельно сказал о Крыме. Мол, Россия на всех переговорах выносит его за скобки, но это временно. Мы вернемся к вопросу Крыма. Я знаю, что президент Путин ясно дал понять. Это обсуждаться за столом переговоров не будет. В какой-то момент будет. Но сейчас мы должны остановить насилие на востоке Украины. Ситуацией на Донбассе Тилерсон откровенно обеспокоен. В текущем году было больше случаев гибели мирных жителей, чем в 2016-м. Число нарушений прекращения огня выросло на 60%. Наш приоритет – снизить насилие, прекратить убийства на востоке Украины. Из этого выступления госсекретаря становится понятно. Список приоритетов в Вашингтоне действительно не изменился. Ситуацию в Украине Соединенные Штаты мониторят и очень серьезно. А еще обещают помогать там, где это возможно. При этом в двух заявлениях одного дня и у Митчелла и у Тилерсона четко прозвучало – стране нужно немало сделать, чтобы провести реформы. Останавливаться нельзя. Без этого ничего не будет. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала «Интер». А на заседании Кабнина сегодня говорили о животрепещущих проблемах. Владимир Гройсман спрогнозировал в следующем году повышение пенсии военнослужащим. И поставил задачу министрам увеличить добычу отечественного газа, чтобы в течение двух лет отказаться от импорта голубого топлива. Продолжит Александр Васильченко. Заседание Кабмина Владимир Гройсман начал с обещаний. Точнее, с отчета об их выполнении. Премьер заявил, детскую клинику «Ахмадед» достроили и уже ввели в эксплуатацию первую очередь. «Лекарня «Ахмадед» могла бы уже быть давно побудована и там могли ликовать с детьми. Натомись, кто-то вырешил, что это может быть самым великим символом неэффективности и коррупции. Мы в этом вопросе поставили крапку. Зломали все коррупционные схемы и завершили строительство «Ахмадеда». Первой его черги. Еще одно обещание, которое намерен выполнить премьер, увеличение пенсии военнослужащим в следующем году. В среднем их увеличат на полторы тысячи гривен. Изменения коснутся более полумиллиона бывших армейцев. А современная пенсия будет отбываться соответственно автоматично. Мы предпочитаем, что боевые пенсии наголошу должны быть большими, чем обычные пенсии военнослужащих. В глобальных планах Кабмина уже к 2020-му отказаться от импорта газа и значительно снизить цену на голубое топливо. В Минэнерго уверяют, справиться с задачей смогут, лишь бы руководство нафтогаза не помешало реформам. Центральная задача и то, что ставится нам в Европейском Союзе, и то, что ставит третий энергетический пакет, это полностью демонополизация НАК «Нафтогаза» Украины. НАК «Нафтогаза» Украины должен быть один из дилеров, который работает на реализации. Он же сделал двое высокоприбутковое компания, это УГРАЗВИДУВАНИЯ и УГТРАНСГАЗ, из которых просто высосывают деньги. Премьер-министр приводит недавнюю ревизию газотранспортных систем, за которые отвечает «Нафтогаз». Проверка выявила, работу ГТС умышленно блокировали. Мы провели полностью проверку. Как вы думаете, кто основной причиной непроведения распределения? НАК «Нафтогаза» Украины. Навести порядок в работе газового монополиста должен был наблюдательный совет. Но еще в сентябре из-за нежелания предоставить электронные декларации из его состава вышли сразу четыре представителя. Новый правительство утвердило только сегодня. В него вошли шесть членов. Граждане США, Франции, Канады и Великобритании, а также директор по стратегии и инвестициям Украинерго Владимир Кудрицкий и Сергей Попик, советник премьер-министра. Очень важно навести порядок в «Нафтогазе», створить конкуренционный рынок природного газа, демонополизировать «Нафтогаз», сделать абсолютно все, чтобы в короткие термины в среднестроковой перспективе мы смогли абсолютно четко снизить цены на газ в середине страны. А для этого «Укргазвидобывание» має нарастить добычу украинского газа. Премьер отметил, Кабмин намерен самостоятельно перезапустить украинские газотранспортные системы. Уже начали поиск партнера для совместной эксплуатации. Преимущество будет у того, кто сможет гарантировать максимальную загрузку отечественной ГТС. Александр Васильченко, Владимир Самченко. Подробности телеканал Интер. Работу топ-менеджмента «Нафтогаза» премьер и ранее остро критиковал, заявляя, что цены на газ в стране сильно завышены. И как выросли зарплаты руководителей госкомпании далее в нашем материале. В 10 раз именно настолько за последние 4 года подорожал газ для украинцев. В марте 2014 года руководить компанией пришел экономист и инвестиционный аналитик Андрей Коболев, чтобы реформировать «Нафтогаз». Но реформы начались с кошельков украинцев. Уже через месяц в стране прошло первое серьезное повышение цены газа для населения до 1182 гривен за тысячу кубов. В тот год зарплата руководителя «Нафтогаза» составила 63 тысячи гривен в месяц. Реформы Коболева продолжились уже в следующем году. Сначала газ подорожал до 3600, а зимой цена и вовсе перевалила за 7 тысяч гривен. Затем немного снизилась до нынешних 6879 гривен. То есть после прихода нового руководителя стратегический для простых украинцев ресурс подорожал в 10 раз. И пока миллионы украинцев оформляли субсидии, руководители «Нафтогаза», хвастаясь сверхприбылью компании, оформляли себе за три года увеличил себе зарплату в 25 раз. Если в 2014 он заработал скромные 760 тысяч гривен, то за прошлый год его зарплата и премия составили 19 миллионов гривен. Только в этом году в компании закупили также элитное авто на 40 миллионов. Не забыли начислить себе премии за судебную тяжбу с «Газпромом» в стокгольмском арбитраже. Хотя процесс еще далек от завершения, руководители «Нафтогаза», по данным журналистов, уже выписали себе по одной годовой зарплате за участие. То есть еще 20 миллионов гривен для Коболева. Безбедную жизнь руководства газового монополиста оплачивают именно обычные украинцы. По данным экспертов, только за прошлый год люди переплатили за газ 2 миллиарда долларов. Ведь реальная цена голубого топлива 3,5 тысячи гривен. Никак не 7. Однако и нынешней цены руководству НАКО недостаточно. На следующий год Коболев уже заложил себе и топ-менеджменту компании очередные премии. Из расчета, что газ подорожает еще на 17%. То есть в 2018-м цена голубого топлива для украинцев может перевалить за 8 тысяч гривен за тысячу кубов. Чтобы снизить цены в правительстве хотят вовсе ликвидировать нафтогаз как монополиста. Это бы позволило украинцам самим решать где и по какой цене покупать газ. А вот сверх премиями и затратами Коболева и его коллег уже вплотную занимается генпрокуратура. И не исключено, что вскоре мы узнаем много новых подробностей о том, куда же эти три года шли деньги украинцев. А пока увеличиваются тарифы и наполняются карманы менеджера нафтогаза. Задолженность населения за топливо растет. И если в 2015-м году украинцы недоплатили чуть больше 2 миллиардов гривен, то уже в прошлом сумма долга населения составила почти 16 миллиардов. А только за 4 месяца этого года свыше 11. Данных за целый год в открытом доступе пока нет. Технический сбой при введении в эксплуатацию нового оборудования. Это основная версия взрыва на крупнейшей газораспределительной станции Европы. Как сейчас работает терминал, что с поставками топлива и ценами на газ, знает Татьяна Лагунова. Европа вздохнула с облегчением. Австрийцам удалось в кратчайшие сроки ликвидировать последствия взрыва на газораспределительной станции в Баумгартене и восстановить поставки газа через хаб в страны Европы. В ночь на среду все транзитные линии заработали на полную мощность. Территория терминала в Баумгартене до сих пор отцеплена. На месте аварии работают следователи, чтобы проверить и подтвердить основную версию технический сбой. В результате взрыва и сильнейшего пожара, который начался из-за него, погиб один сотрудник станции и более 20 получили травмы. Не на шутку перепугались и жители Баумгартена. Мой дом как будто вздрогнул, а потом начался пожар. Я из окна видела, как сильно горело. Испугались и власти стран, которые получают топливо через хаб в Баумгартене. Через терминал прокачивается треть российского экспортного газа в Западную Европу. Весь день были ограничены поставки газа в Словению, Венгрию, Хорватию и полностью остановлены в Италию, которая сразу же объявила чрезвычайное положение. У нас проблемы с поставками газа в южном направлении, но мы постараемся их устранить в кратчайшие сроки. Косвенно пострадал от аварии Киев. Вчера объемы транзита газа через территорию Украины снизились на 23%. Упали и объемы импорта по реверсным маршрутам. Сейчас хаб работает на полную мощность. Рыночные цены на газ, которые вчера буквально взлетели, сегодня уже стабилизировались. Но тем не менее в Европе снова разгорелась дискуссия о зависимости от поставок газа и необходимости диверсифицировать энергоснабжение стран ЕС. Татьяна Лугунова, Геннадий Никеенко. Подробности Европейское бюро телеканала Интер. Покушение на мэра города в Донецкой области в Белозерске пенсионер угрожал главе местной городской администрации Сергею Макееву гранатой. И даже пытался выстрелить, но промахнулся. Полицейские, прибывшие на место, изъяли у мужчины нож, гранату и охотничий обрез. В прокуратуре Донецкой области происшествия квалифицировали как покушение на убийство. Теперь пенсионеру грозит до 15 лет лишения свободы. На передовое резкое обострение боевики целый день ведут огонь из тяжелой артиллерии. На некоторых участках вход идут даже орудия 152-го калибра. С начала суток уже 19 обстрелов. Самое ожесточенное противостояние на Светлодарской дуге, неспокойной в Приазове, а также в районе Донецка. Наш военкор Ирина Баглай знает подробности. Это автоматический пулемет. Дальность? Дальность 3400. В основном 200-300 метров. Это главное оружие на нулевых рубежах Авдейской промзоны, где до позиций противника считанные десятки метров. Наша красавица, вот это наша опора и надежда. Тяжелая? Нормально. Виталий легко скидывает на плечо 20-килограммовый пулемет. С недавних пор каждый день боевики здесь встречают и завершают под звуки гимна Украины. В полной боевой готовности все на своих позициях. Бойцы уже научены в ответ на гимн Украины жди вражеских пулей гранат. Начинается стрелкотня, РПГ, это после гимна минимум прилетает по-любому. Мне нравится еще пока мы еще не приучились. А сейчас они просто увидели, что журналисты пришли. Помимо съемочных групп, открыть огонь российским наемникам не дает и риск быть зафиксированными с неба видеокамерами международных наблюдателей. Это как сказать гарант нашей тишины в первую очередь. Любой беспилотник АБС, ЕО. Вопреки яростной реакции врага на украинский гимн наши солдаты не думают отказываться от своей задумки. Скоро руку к сердцу будут привлаживать это по-любому. Мы их скоро уже приучим. Я уже подозреваю, что они уже про себя уже им кричишь слава Украине, они героям слава уже. Ну по думке думают уже. А пока же, как только смеркаются украинским солдатам снова и снова приходится отбивать вражеские атаки. Тут они более активны. Ну каждый день они работают. Вот-вот, вон они их окопы, вот сюда вот они, видите, тоже стрелка дня, с РПГ, вон дыму хорошо видно. Греются. Вчера вечером наши позиции боевики в течение двух часов плотно накрывали из тяжелого вооружения. Сразу стрелковой выехала их БМП, отработала тридцатка по нашим парням. А потом начали бить минометы сразу. Пока минометы били, он вместе с ними работал. Вражеский танк отстрелял полный боекомплект. У наших без потерь. Гусеничная техника врага здесь постоянно курсирует. Подбить танк не позволяют минские договоренности. А вот противнику ничто не мешает открывать огонь из пушки 120-мм калибра. Ирина Баглая, Андрей Костюк, Евгений Малярчук из Донецкой области. Подробности телеканал Интер. Бывших военных и сотрудников силовых структур не коснулось повышения пенсии. Хотя выплаты им должны были поднять автоматически после увеличения зарплат военным и правоохранителям. Сегодня поговорите об этом с лидером фракции оппозиционный блок Юрием Бойко. Собрались представители пенсионерских организаций Житомирской области. Подробности в материале. Александр Николаевич 30 лет прослужил в воздушно-десантных войсках, был в Афганистане. Но в итоге, как и другие его коллеги, не имеет недостойной пенсии. Недавнее повышение его не коснулось ни обещанного служебного жилья. Сейчас я получил в декабре месяце 2900 гривен. Средняя пенсия военных пенсионеров, полковников, майоров, полковников, которые прослужили по 25-30 лет, на сегодняшний день составляет в пределах 2500-3000. Как можно на такую пенсию жить? Люди, которым не пересчитали пенсии, обращаются и в пенсионные фонды, и к властям. Ответов нет. Некоторые идут в суд, но таких единицы. Чтобы добиться пересчета пенсии, у Олега Гурина ушло полтора года. Упринятый закон про полицию с новыми окладами по посадах и по звоннях. И, на жаль, співробітники МВС, які ушли на пенсию, не могли отримувати ці пенсии и по нових окладах. Я судився спочатку з Министерства внутрішніх справ, потім я судився з пенсійним фондом. Приблизно десь на 1600 має підвищитися мені пенсія. Юрий Бойко объясняет, в 2012-го года не пересматривали пенсии бывшим военным, хотя зарплату военнослужащим повысили в декабре 2015-го. Подобная ситуация и с пенсионерами силовиками. МЧСники повинні надати справку в пенсійний фонд для перерахування пенсій робітникам правоохранників органів, пенсіонерам. Вони цього не зробили і знову таки не перешло перерахування пенсій. Кабінет Министрів пытался исправити ситуацію і принял постановления, которими обязав пересчитати пенсії военним і правоохранителям. Но, говорит Юрий Бойко, в бюджете на следующий год нет денег, щоб повысить пенсії почти мільйону ми требуємо, щоб с 1 января були пересчитані пенсії, були допомнительні средства в бюджет, для того, щоб пенсіонери і правоохранители получили допомнительні пересчитані пенсії. Ми будем за це бороться, ми будем добиваться пересчета пенсії. В зале присутствували і чернобыльці. В 14-15 годах були ліквидированы почти все льготы для людей, пострадавших от аварий на ЧАЭС. А в бюджете 2018 на їх лечення заложено только 4,5 млн. Сегодня на встречі выбрали іниціативну групу представителей пенсіонерських і чернобыльських організаций Житомирської області. І в среду вони примут участие в брифінге в Верховной Раді. Павлина Василенко, Владимир Дедов, подробності Телеканал Інтер. Це подробності і далі в нашій програмі. Слухайно поприсяла прощення у родних погибших. По словам Если бы можно было что-то вернуть, я бы отдала свою жизнь. Я вам клянусь, я никогда больше не сяду за руль. Я боюсь этой мысли. В сече Зайцевой выявлены лекарские средства, фенобарбитал, кодеин, проявляющий слабкий, наркотический, опятный, табуло-заспокийливый эффект. Там и табулиты анальгийные, которые не рекомендуются для приема водителям транспортных средств. А вот второму участнику ДТП Геннадию Дронову сразу после начала слушаний стало плохо. Врачи скорой поставили капельницу, но в больницу не забрали. Оставили судьям документ о том, что в госпитализации Дронов не нуждается. Авария в Харькове, напомню, произошла 18 октября. Лексус Елены Зайцевой на большой скорости столкнулся с Туарегом Геннадия Дронова и влетел в толпу людей на тротуаре. Шесть человек погибли. 12-летнюю девочку, которую пять дней искали в Кропивницком, могла убить ее мать. Именно ей полиция объявила о подозрении. Напомню, Катя Доброди пропала в пятницу, а вчера тело девочки нашли на берегу водохранилища. По предварительным данным, мать рассердилась на дочь, которая не хотела идти в школу и ударила ее кухонным топориком по голове. Тело вывезла на машине за город. Все это время женщина принимала активное участие в поисках ребенка. Ее муж, отчим Кати, ничего не знал о преступлении, считает в полиции. Известно, что в последние годы женщина страдала психическими расстройствами, из-за чего даже бросила работу. Скандалы за насилие над ребенком вспыхнул и в Закарпатье. Директора сельской школы обвинили в том, что она избила ученика. А после этого еще и запугивала других школьников, чтобы никто не узнал о произошедшем. Что же случилось на самом деле, выясняла Марина Коваль. Ярослав учится в третьем классе. В дневнике ни одного замечания о плохом поведении. Мальчик рассказывает, играл на перемене с одноклассниками. После звонка дети с криками побежали в класс. Директор школы Наталья Сегиди разозлилась и пошла за Ярославом. Одним только рукоприкладством не обошлось. Директор якобы пригрозила. Если Ярослав расскажет о произошедшем, у его семьи будут проблемы. Мальчик полтора месяца скрывал случившееся от родных. По словам мальчика, инцидент видела классный руководитель и даже останавливала кровь. Но учительница это отрицает. Когда я уже зашла, увидела Наталью Федоровичу с одного боку, Ярослава напротив. Я не видела ни крови, он просто был такой шокованный. Расплакался, я его заспокоила. Я видела лишь почерпнение на счетчике. Родители говорят, сразу после инцидента дети боялись идти в школу. Директор грозилась сдать непослушных в полицию. В школу говорит маму. Мы гулялись, говорит, конец перерва. Подзвонил звонок. Именно от родителей одноклассников о случившемся узнала бабушка Ярослава. Она воспитывает внука, пока мать и отец на заработках. Женщина пыталась поговорить с директором, но диалога не получилось. Тогда написала заявление в райуправлении образования и полицию. Она догадалась вечером прийти и с мамой, и с двоюродной сестрой. Хотела, чтобы я уже все, уже визу. Теперь родители учеников требуют, чтобы директора уволили. Самой Наталья Сегидей на рабочем месте не оказалась. С сегодняшнего дня она на больничном. На телефонные звонки не отвечает. Правда, дала объяснение в управлении образования. Наталья Федоровна заперечивает факт побития. Она зашла, дитина бегла и чисто случайно наткнулась на ее руку. Она и его парня не била. В управлении проводят служебное расследование, а в полиции открыли уголовное производство по факту ненадлежащего исполнения обязанностей сотрудниками школы. Виновникам грозит до трех лет тюрьмы. Марина Ковадью, Юрий Ковалев, подробности телеканал Интер, Закарпатская область. Полицейских в бегах. Прокуратура Киева объявила в розыск патрульного, который массово грабил людей на столичном вокзале. 27-летнего лейтенанта и четырех его коллег поймали на горячем еще в сентябре. Суд избрал злоумышленнику меру пресечения, домашний арест. Однако, несмотря на неоднократные вызовы, полицейский в прокуратуру не являлся. По адресу прописки его тоже не нашли. В связи с этим патрульного объявили в розыск и уже получили разрешение суда на его задержание. Светло и дорого. В Днепре новая визитка города. Так местные чиновники называют освещение Кайдагского моста, для которого понадобилось почти 700 декоративных ламп. На оформление потратили миллионы гривен, но ни горожане, ни эксперты новинку не оценили. Почему? Елена Миндалюк расскажет. Кайдагский мост. Чиновники с пафосом. Перед объективами телекамер включает его освещение. Почти два километра переправы подсвечены разноцветными светильниками. При помощи компьютерной программы можно создать около полусотни различных комбинаций. Установлено 25 мощных зенитных прожектора. Приурочили все это к 35-летию моста. Из городского бюджета потратили 13 миллионов гривен. В мэрии заявляют, все светильники энергосберегающие. Мост прошел определенный апгрейд. И технический, и эстетический. У нас на сегодняшней экономии от освещения на мосту составляет в два раза. За счет этой экономии у нас компенсируются возможности подсветки самого моста эстетическая часть. Вот только восторга чиновников не разделяет эксперты по госзакупкам. Денис Баранец проанализировал всю тендерную документацию и обвинил власти в расточительстве. Говорит, могли сэкономить как минимум миллион гривен, если бы выбрали другого исполнителя работ вместо фирмы с сомнительной репутацией, которая взялась за реконструкцию, имея в своем распоряжении всего трех работников. Было заключено дополнительное соглашение, которое позволило эти самые работы завершить до конца года. Соответственно, срок подрядчику увеличили, сделали еще одну поблажку. И отсюда вопрос, а другим бы сделали такие поблажки или нет. Немало споров и о том, нужна ли была вообще эта подсветка. Жители активно обсуждают эту тему в соцсетях. И большинство сошлось во мнениях, что у города есть более насущные потребности. Даже посчитали, что за 13 миллионов можно было закупить три новых троллейбуса, капитально отремонтировать 10 километров тротуара, или оборудовать 8 километров велодорожек, или же снабдить освещением несколько десятков улиц. Елена Мудалюк, Евгений Конецов, подробности, телеканал Интер, Днепр. Актеры объявили голодовку. Речь идет о коллективе Киевского областного театра имени Саксаганского, который находится в Белой церкви. Две сотни сотрудников заявляют, сидеть на одной воде их заставил трехмесячный долг по зарплате. Винят в этом депутатов Киевского облсовета, которые, к тому же, намерены сместить с должности директора театра. Из-за этого в учреждение направляют многочисленные проверки, уверяют в коллективе. Поддержал актеров нардеп Сергей Каплин. По его словам, все действия облсовета направлены на дерибан театрального бюджета, ведь сумма немаленькая – 24 миллиона гривен. Украина попала в список стран, где бросают за решетку за репортерскую деятельность. Об этом сообщает Комитет по защите журналистов. В организации заявляют, по всему миру в тюрьмах сейчас находится рекордное количество журналистов – 262. Уже второй год подряд антирейтинг возглавляет Турция, дальше идут Китай и Египет. А вот Украина среди новичков в одной компании с Камбоджей, Сомали и Пакистаном. Перш за все, має бути демократична культура у правоохоронців. Вони повинні всі свої дії, якщо вони хочуть прийти з обшуком в редакцию, з обшуком до журналіста, придявити йому претензії, то вони повинні все одно виходити до суспільства і обґрунтовувати, виходити загалом до журналістської спільноти і говорити, чому вони підозрюють того чи іншого журналіста, чому вони приходять. Має бути забезпечено право адвокатів. А ми бачимо, що відповідно порушуються права журналістів на захист. Арабський ответ Трампу. Іерусалім снова признали столицей, но не Ізраїля. Лідери 57 арабських стран із Организации Ісламського Сотрудничества объявили Восточний Іерусалім столицей палестинського государства. Ітогову декларацию подписали на самміті в Стамбуле. Напомню, неделю назад американський президент заявил о переносі посольства США із Талявіа в Іерусалім. Це привело к новому витку насилия на Ближнем Востокі. Брюссель готовит решення о продлении санкций против России. Вопрос должны обсудить лідери Євросоюза уже завтра на самміті ЕС. Главна його тема – безпасність в мире і выход Великобритании із ЄС. Но поговорять і об Україні. Елена Абрамович продолжит. Санкції против России – уже традиційний вопрос на саммітах Євросоюза. После аннексії Крыма і начала конфлікта на Донбасі ЄС ввел ряд ограничений в отношении Москви. Каждые полгода їх продлевають. Перед принятием решения слушают лідерів Франції і Гермії, як представителей нормандської четверки. Канцлер Маркель і президент Макрон проінформирують об імплементції минських договоренностей с целью продолжения экономических санкций в отношении России. Широкая дискуссія не планирується. Лідери давно согласовали. Снимуть ограничения только после полного выполнения минських соглашений. Экономічні санкції затрагивають финансовий, энергетический і оборонний сектори. Не избавиться Москва в ближайшее время і від санкцій в Совете Європи. Представители России проведуть завтра встречу с президентским комитетом ПАСЕ. Впрочем, в Москве признают, это вряд ли поможет изменить ситуацию. Можно предвидеть, что на всеобщем заседании агрессивное, но очень активное меньшинство навяжет вновь свою позицию пассивному большинству. Это будет Украина, Прибалтика, Швеция, Польша. Это будет еще несколько стран Западной Европы, которые выкатят целый сон аргументов, почему нельзя возвращать Россию без санкций. Поэтому уже сейчас в Москве говорят, что в 2018-м представителей России парламентская ассамблея Совета Европы, скорее всего, опять не будет. Елена Абрамович, Вадим Сверидонов, подробности. Европейское бюро телеканала Интер. Новая валюта завоевывает мир. В начале года один биткоин стоил 1000 долларов, сейчас уже 17 тысяч. Виртуальные деньги вызывают все больший интерес. Что это? Новая финансовая пирамида или перспективное средство для расчетов? Разбиралась Светлана Чернецкая. Она в Лондоне. Четыре года назад программист Дэвид купил частичку биткоина просто ради интереса. Уплатил за цифровые деньги 50 фунтов. Все это время они хранились в его интернет-кошельке. Сейчас вложение Дэвида выросло до 2000 фунтов. Я абсолютно забыл об этой покупке. В тот момент это было приключение. Интересно ведь стать частью такого новшества. То есть я попрощался с этими 50 фунтами. А когда в прошлом месяце о биткоине заговорили во всех новостях, то я раскопал свой старый интернет-кошелек и был нереально удивлен, что на счету оказалось уже 2000 фунтов. Потом я купил еще больше биткоина. Хотя я понимаю, что это риск. Эту криптовалюту запустили в 2008-м. Некто по имени Сатоси Накамото. Его личность до сих пор не раскрыта. Тогда один биткоин стоил около цента. Первым обменом этой цифровой валюты на реальный товар стала покупка пиццы. Американец Ласву Ханыч заплатил 10 тысяч биткоинов за доставку. Если бы он придержал свои биткоины, сегодня был бы миллионером. Это действительно очень волнительный этап для биткоина. Но я не думаю, что люди должны сломя голову бежать покупать биткоины. Это все еще очень рискованная категория инвестиций. Так что я бы пока подождал. Разве что вы авантюрист и любите азартные игры. В основе биткоина лежит блокчейн. Технология передачи данных в электронные цепочки. Из плюсов этих денег они не регулируются никаким государством. И все операции проходят без посредников. То есть банки не нужны. Но в то же время до сих пор непонятно, что поддерживает эту валюту. Какова ее ценность? Никто не может спрогнозировать будущее биткоина. Вполне вероятно, что это мыльный пузырь. Покупая акции на бирже, мы можем посмотреть на заработки компании и дивиденды. Можем сравнить показатели и решить, стоит ли вкладывать в эту компанию. Здесь же непонятно, какая фундаментальная стоимость биткоина. Биткоин можно не только купить в интернете, но и заработать. Этот процесс называется майнинг. Для этого нужны супермощные компьютеры, как, к примеру, в этой серверной. Майнинг требует огромного количества вычислений, и на это тратится большое количество электроэнергии. Именно стоимость этих затрат и может использоваться для оценки стоимости биткоинов. В интернете сейчас работает около тысячи криптовалют. Но такой головокружительной удачи достиг только биткоин. Пока все это выглядит как массовый эксперимент. И есть большая вероятность, что повторится тюльпанная история, когда в 17 веке в Нидерландах спекулянты так взвинтили цены на некоторые сорта тюльпанов, что люди даже продавали дома, вкладывая деньги в цветы. Но перегретый рынок рухнул в считанные дни. Биткоин, правда, продержался уже гораздо дольше. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности. Британское бюро телеканала Интер. В Украине в западных регионах приходят в себя после урагана. Накануне сильный ветер пронесся сразу по нескольким областям. Черновицкая стихия повредила здание школы. Все подробности у Ольги Поломарюк. Ураган в области начался накануне. Шквальный ветер сносил все на своем пути. Больше всего пострадали частные домохозяйства в Вижницком районе. В селе Черешенька прямо во время уроков ураган снес часть крыши местной школы. Чтобы покрытие не снесло полностью, сотрудники школы и спасатели в попыхах связывали куски жести. Школьников эвакуировали восточную часть здания. Сегодня в школе выходной. Крышу накрыли брезентом. Сейчас чиновники посчитывают ущерб и ищут деньги на ремонт. Без кровли остались и магазины, и часть домов. Продавцы стройматериалов уверяют, такого ажиотажа на шифере жесть еще не видели. С прилавков смели весь ассортимент в районе. Я, кто бывает, что четыре брал, а кто брал и пятьдесят листов. Буквально, ну, годины три все расхопало. Ураган ломал ветки, выкорчевывал деревья. Трасса Вижница-Черновцы буквально устлана обломками веток. Спасатели работали даже ночью, расчищали проезд. Большое дерево, оно даже вырывало с кореньем, насколько был сильный боровий. Большое дерево есть под гнивщем. Но, на данный момент, вы можете видеть, дерево полностью здоровое. Оно вырвано с кореньем, и стихия сделала свою справу. Люди не пострадали. Спасатели предупреждают. Сильный ветер в области будет бушевать еще сутки. И советуют быть осторожными. Ольга Поломарюк, Игорь Рига. Подробности телеканал Интер. Черновицкая область. Больше новостей, как всегда, на нашем сайте. Подробности.ua. Я желаю вам хорошего вечера. До встречи завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова